Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения в сегодняшнем летнем дне. У нас всю ночь лил проливной, просто проливной стеной дождь. Сейчас душно, парит, но мы движемся дальше. И сегодняшняя наша тема будет Ваша судьба вершится на небесах. Схождение души на землю. Я думаю, нет ни одного человека, Кому было бы неинтересно, Как он сюда попал на землю. И стоит ли себя так ругать за то, Что проживает здесь человек на земле. Давайте познакомимся с этим поближе. Информация передается Матерью Мира через марту. Здравствуйте, родные мои любимые дети. Сегодня мы поговорим с вами о сакральном процессе Схождения души в человеческое тело, О начале ее новой жизни на земле, О ее новом воплощении. Когда программа будущей жизни составлена вашей душой, И выбрано место ее прохождения, Когда продуманы все условия, Необходимые для получения нового для нее опыта, И найдены родители, Начинается самое сложное, Ее схождение в физический мир, Обретение плоти. Как бы фантастично это ни звучало для вас, Но ваше будущее дитя, Вернее, его душа, Принимает самое активное участие В процессе своего зачатия. И вот как это происходит. Она начинает наблюдать За жизнью своих будущих родителей, Отслеживать все, Что происходит в их семье. И когда видит, Что подходящий момент для ее зачатия настал, Она призывает на помощь все светлые силы, Чтобы это великое таинство свершилось, И дало ей возможность Войти в утробу своей матери. Именно этим, дорогие мои, Объясняются многочисленные чудеса, Связанные с рождением детей, Которые не может объяснить Ни один земной врач. Но чаще всего такие чудеса Происходят в тех случаях, Когда в одной семье Собираются люди С очень древними Кармическими корнями, Которым необходимо пройти Свои последние уроки на земле. Но вернемся к процессу зачатия. Как только это произошло, Душа начинает готовиться К своему схождению на физический план. И происходит это в несколько этапов. Первый этап – это ее структурирование, То есть превращение ее тонкоматериальной оболочки В грубоматериальную. Процесс этот довольно сложный и длительный, Который занимает несколько месяцев. Сначала душа выпускает в материальный мир Свою крошечную частичку, Которая постепенно начинает Обрастать плотью. Зародыш в чреве матери Растет и развивается. И несмотря на то, Что это еще совсем крошечная частичка, Она уже обладает сознанием, Поскольку соединена Со всеми своими тонкими телами, Которые готовятся Спуститься вслед за ней На физический план. Именно поэтому, родные мои, Этот крошечный зародыш Видит, чувствует И понимает все, Что происходит с его родителями. Не только мамой, Но и папой. До самого своего рождения Он живет в их энергиях. Поскольку сам еще энергетически слаб, Можно сказать, Что первые месяцы своей жизни В утробе матери Он находится между двумя мирами Тонким и плотным, Которые постепенно соединяются Через его тело. Процесс этот завершается У всех по-разному. Слишком много небесных И земных факторов Влияют на него. Но в конце четвертого месяца Маленький человечек Уже полностью формируется, Перетягивая свои тонкие тела На земной план. И это можно назвать Вторым этапом его рождения. С этого момента Он живет уже Полноценной земной жизнью. Переключив все свое внимание На то, что происходит В его новой семье И за ее пределами. С ним уже можно общаться Как с равным. Делиться всем, Что происходит в вашей жизни. Читать ему книжки. Слушать вместе с ним музыку. Рассказывать о том, Что происходит за пределами Его временного жилища. Но душа этого человека, Который растет и развивается В животе своей мамы Еще хранит в своей памяти Все, что происходило с ней на небесах. В период между воплощениями И знает все о себе И своих родителях. Она может рассказать вам Много интересного И много полезного. Дать вам хороший совет И даже оказать помощь. Если вы научитесь Разговаривать с вашим Еще нерожденным малышом. Слышать его подсказки. Чувствовать и угадывать Его желания. Такое общение делает его По-настоящему счастливым. Но к сожалению немногие люди Могут осознать это И воспользоваться этим Божественным даром своего ребенка. На этом мы остановимся сегодня. И в следующий раз Продолжим наш разговор О том, как сходит душа Человеческая на землю. Благословляю вас, родные мои, Всем своим любящим Материнским сердцем. Мать мира говорила с вами Приняла марта 12 июня 2017 год.